хорошо так хорошо и вообще никого нету никого никого нам так хорошо здесь прелесть у нас кстати кстати у нас в одессе вот такая была крыша нас была беседка да вот видно пальмовый лист не я просто я не тебе говорю зайчик я говорю сюда в телефон и у нас была вот такая вот крыша у нас была двухэтажная беседка и на втором этаже у нас такой большой стол и полностью вот такая была крыша пальмовая из пальмовых листьев боже это так было дорого мать моя да это было дорого очень ну дорога фирма специальная которая делала вот эту вот штуку и мы еще когда у нас соседи на новый год пускали фейерверки мы еще думаю хоть бы они нам крышу не спалили ну да так ты учись ты посмотри технологию и учись делай крыши на весь она два раза сложена красиво так вообще очень уютно классно мне нравится надо найти каких-нибудь мексиканцев которые делают такие крыши потому что очень прикольно мало того эта крыша очень надежная она вообще не протекает считай сколько у нас было было лет года три-четыре наверное у нас эта крыша была я уже не помню сколько лет так время быстро идет может больше очень качественно сделано буквально в одном месте там она прокапывала через сколько-то там лет уже то есть очень качественно вот эти вот листья что 7 лет 7 лет серьезно это правда боже мой 7 лет может вы пойдете спать уже какая вечеринка спать у меня была вечеринка в туалете в ванной да да очень мило все мокрые все мокрые что это жить еще зачем что америка нас портит грубную жизнь какую загрузку не твою пиво это значит значит что там вы почти умерли так мягко за загробную но это грустно здесь началась счастливая райская жизнь как все мечтают до нас по крайней мере я счастлив ты счастлива я надеюсь чем не загробная жизнь все об этом мечтают жить всегда лучше попали в рай да даниэль что такое америка нас портят я говорю потому что я ем чипсы даниэль на тарелку свою забирай не кричи не кричи сейчас все аллигаторы крокодилка хапнет за нос да джанк это называется джанк фуд прошлом году утащили ребенка в диснейленде крокодил ребята уже шутки с этим плохим два года конечно да в озеро все равно к озерам нужно относиться все равно аккуратно тихо 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 хоть мы нашего озера не боимся но допустим плавать я его проверил а да мы проверили точно нормально все если ночью не сажали мы его ночью проверяли да все в порядке был уже любить любитель плавания люди плавают в нем прыгают все дела не знаю говорят нет аллигатором если он если бы есть такие озера в которых реально есть аллигаторы люди об этом знают и никто них не вылавливают из просто знаешь что там кто-то живет что не нас такого нету у нас такого нету то есть никто никогда не замечал ну нет никто никогда лет 10 назад сосед говорил что там выловили маленького baby до 10 лет назад выловили то есть если кто-то бы заметил аллигатора на берегу или где-нибудь сразу надо было бы звонить чтобы их искали одного заметили они по одному что не вылупляются они живут их яйца ну они как говорят что они из большого через эту штуку когда манюшки перешли на самом деле они могли где-то яйца крокодилей на самом деле вообще-то крокодилы да они путешествуют а ходят прямо между домами и все такое поэтому никто не застрахован любой водоем и может быть перед пабликсом гуляют но все пошли спать да прям удивительно ну и хорошо и слава богу потому что бывает такие приезжаешь гостиницу а там такие компании тусуются они тебе еще выпить предлагают помнишь такие какие-то там под этим делом веселые правильно сказала тебе не мне тебе не как раз предлагали потому что у меня ключ от твоих наручников люди такими способами в америку добираются что конечно иногда дивы даешься думаешь боже мой как надо хотеть в америку чтоб через такое пройти на самом деле это уже есть на ю-тубе эти ребята снимают видео на ю-тубе поэтому кто может быть уже слышали ночью как через до против всех закону едут в объезд через мексику . как мексиканцы грубо говоря гражданин третьей страны уже нарушают ну да вроде бы как бы есть такой закон насколько мы знаем что если ты пребывал другой стране перед тем как в америку попасть ты должен просить убежище грубо говоря да если про убежище на важно должен не должен америка тебе уже не дает америка да тебе якобы не дает ты же был уже там право да то есть оставайся там почему-то там не почему-то в америку приехал да а тут какая-то тут вообще так понимаю что тут видишь только вот таких вот обходов лазеек что все почему почему потому что всем нужны в америке иммигранты опять же каждый иммигрант это большие деньги это большие деньги это обороты ты так подумаешь думаешь боже мой такое бы точно бы я не согласила бы через такой через такой ужас иммиграционную тюрьму пройти это конечно страшное дело с того года пока не было тех терактов всех подряд брали просто всех подряд тупо сидят люди которые очень реально по глазам да да раньше вообще всех пострадавшие после ядерной войны то есть у них мозг радиоактивен настолько слова два связать не могут и им дают добро раньше всегда до терактов давали все руки есть ноги есть на работу ходить а сейчас по-моему вообще полный стоп везде всего и документы все очень-очень долго рассматривают в 3-4 раза дольше они очень загружены и опять почему почему потому что эти тупые мигранты стали друг резко умными все присели на пособие всякие помощи быть карточки нет подожди иммигранты если они это сам они же не имеют право да они там кучу всяких слышать если никто не даст ребенку с голоду умереть чтобы потребовать попросить быть там комиссия пришла у тебя там не хватает чего-то да вообще конечно если если ты туда против нуждаешься они приходят там какая-то комиссия у тебя там у ребенка чего-то не хватает тебе на следующий день сразу там те более приносит кроватку там еду сама то что тебе все приносит сразу прям домой и потом проверяют как ребенок пожалуй самое главное здесь нет помнить нелегалов иположим новым вот уже полный нелегал станок тем образом получая там свою твою карточку это временен туда кстати кстати я не знаю у меня спрашивали маленькие меня слушали может ли нелегал получить водительские прорыва по закону он не может получить как он может получить если тебя сторожит а то это документы тебя спрашивает определенный для того что а если тех нету как ты можешь получить право по закону ты получить не может являются не знаю или как-то умудряются или мудрые адвокаты да ну прямо адвокатом обращаются да конечно не здесь слышал адвокат 60 долларов берут чтобы отбить эту самую штраф штраф по машине то есть это только наши русские адвокаты в этом гребут скажи им чтобы не тише вели себя помнишь да рассказывали что американские адвокаты берут копейки туда за то что тебе тут имеют по полной на то что тебе если тебе пришел штраф и ты хочешь не получить его прямо аж как шатается эта штука это я считаю как-то так она на воде наверное вот и если ты получил какой-то штраф и не хочешь там чтобы тебе поинты пришли то есть в любом случае ты его заплатишь чтобы отказаться на от поинтов ты можешь либо сам пойти в суд либо нанять адвоката который это очень все быстренько провернет и все очень беспроблемно но поинты тебе не пойдут как минимум а вот что тоже очень хорошо когда потому что конечно штраф штрафом это неприятно но когда тебе эти поинты поинты и ты уже вроде такой незаконно послушные неблагонадежные то конечно это тоже уже неприятно вот поэтому адвокаты могут отмазать мне кажется чтобы в америке что они понимают они все-таки ешь русские днк вот такие очень стрёмные плевать на всех окружающих они просто веселые все говорят что самые страшные люди это китайцы и русские китайцы и русские а ты же корейцы почему корейцы хитих доху много поэтому берут количество не плевали на все это вспомнила мне девочка говорила она она только приехала из как называется сан-франциско мы прошлом году уже тоже там замерзали и она приехала говорит то есть есть погода еще меньше привезло чем нам там было очень холодно она купила себе пуховик и она говорит так холодно так холодно если ты же рашен ты же рашен лето лето да лето потому что все ютуберы кричат что там я говорю ты же рашен чего ты так мерзнешь она говорит да какой типа рашен там типа ужасная погода там про продувает до мозга костей я не знаю как в нью-йорке нир или что-то как зимой да ну прям очень как мы прошлом году мы думали когда мы приехали в сан-франциско атлантики теплее в нью-йорке гораздо лучше нет я говорю зимой зимой ты помнишь тоже там какие ветра сильные вот и когда мы приехали и вечером было этих градусов 11 мы отделены все 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 самое теплое это нормально ну когда летом нет летом и мы я думаю наверно нам придется завтра эти какие-то пуховики покупать потому что мы даже не сможем погулять но слава богу на следующий день вышло солнце и как бы нам повезло еще с погодой а вот моей знакомой девочки не повезло и ей пришлось реально покупать очень теплые там одежду сапоги она говорит пуховик такой натуральный купила вот тебе и погода калифорнии летом поэтому честно говоря вот этот развод который я до сих пор слышу про калифорнию такой мягкий шикарный средиземноморский климат который там тебе там бархатный сезон круглый год вообще это все вранье не вернет и посмотрят калифорний сюда привет вам калифорний в сан-диего сан-диего хорошая погода была такая но лето опять же дует ветер и ты так прям так вот у тебя кофточка в руках есть и ты ее так раз и накинул то есть бывает такое что просто ветерок подумал как сейчас и мне приятно а в сан-диего было такое что ты ветерок подул и ты так поп что-то я наверное оденусь лучше такая как будто весна осень такая украинская вот поэтому не знаю что там калифорнии почему ее так хвалят что там что там с ней не то в общем я не знаю похоже им просто нужны тоже бабки тоже бабки нужны еще раз подчеркивает иммиграционную политику америке да все хвалят свое конечно какой штат больше завлечет людей и больше заработают там дорогая жизнь что должно меня заставить там жить миллион людей это реально фигня в год для америки это миллион долларов по доллару они тратят под тысячи долларов можешь миллион это минимум вот меньше штуки здесь ты никак не сама не протянешь вот и пабликс открываются новые снимает и жилье не снимая там в этом не в чужом жилье будешь платить за свет то что то что флорида это однозначно то что флорида это однозначно так как у нас была нашим детям очень весело на ночь глядя но если сейчас с окон стрелять не начнут то все хорошо с окон стрелять опять же эти тихолюбивые американцы этого же в орландо там пристрелил там за музыку молодой пацан музыку громко слушал его просто пришел там дедушка 64 года по-моему и пристрелил его да ты говорил этот момент кстати кстати у меня были ребята на на неделе буквально позавчера по моему они живут в палом коста у них тоже свои канал youtube каналы оля и господи алексей хорошие ребята такие позитивные они снимают свои блоги про свою жизнь и у них стать очень интересная версия их него переезда да я раньше раньше я таком с такими людьми не была знакома которые переехали да по этой как сказать в виде что ли стоит об этом говорить ну почему не не ну почему не стоит кому интересно я поставлю приятно смотрит приятно снимает да да я кстати посмотрела так что я поставлю ссылочку под этим видео на их канал кому интересно посмотрите я думаю всегда что-то бывает интересное позитивные позитивные ребята такие добрые очень ну как-то так вот очень приятно комфортно мы пообщались многих пытались смотреть тогда когда бывают моменты помнишь пытались ну да многих многих людей комфортно смотреть я не говорю что ты весела я тоже не веселая то есть я не смотрю не тебя ты не мой фанат а я только не на ю тубе не на так ладно мы будем заканчивать это видео сегодняшнее а дыха подальше как говорится да не надо коконат строгать а я ему меня не показывал как по деревьям лазить ну вот это вот три молодец делали ребенка спальню мы продолжаем отдыхать у нас еще завтра целый день слава богу чему мы очень рады мы пойдем на бич и дожди нас даже не пугает я показала какие сегодня шли дожди очень сильные проливные но они почувствовали что мы не настроены да мы приехали очень хорошая погода солнышко все было прекрасно ты гонит от берега туда в центр к нам все наверное каждый день дожди круглые сутки здесь нет тишина и покой да наверное я не знаю но посмотрим завтра как будет мы реально ехали да к нам только это все приходило по дороге прошел дождь мы приехали здесь все прекрасно как будто бы видно что прошел дождь за 40 здесь уже солнышко да отлично отлично поэтому завтра посмотрим а вообще нам наплевать будет дождь или солнце мы решим этот вопрос и нас это не пугает все пока пока хорошего настроения